Подготовка к выступлению в новом тематическом парке Испании. Актёр переодевается в короля Фернандо III, который известен благодаря масштабным походам 13 века. Это место создал французский тематический парк Пью-де-Фу в городе Толедо. Его концепция уникальна. Здесь не найти ни аттракционов, ни ярмарок, а лишь масштабные декорации, на фоне которых проходят театральные представления, основанные на исторических событиях. «Наша цель – поставить шоу и оставить у зрителей особые впечатления. Этот парк отличается от других парков развлечений с аттракционами. Здесь проходят только шоу». Оригинальный парк Пью-де-Фу находится на западе Франции. Каждый год он принимает более двух миллионов посетителей и по популярности уступает только парижскому Диснейленду. В 70-минутном шоу «Под открытым небом» участвуют 185 актёров, каскадёров, акробатов и наездников. Они исполняют роли почти двух тысяч персонажей. Все действия на сцене происходят с армейской точностью. «Одежду упростили. Она должна быть цельной, поскольку шоу не прекращается, если начинается дождь. Актёры переодеваются очень быстро. На сцене одновременно может быть 160 артистов. Костюмов в общей сложности – 1200. Каждый актёр надевает от 8 до 10 костюмов за шоу». Каждый вечер посмотреть на грандиозное представление приходит около 4 тысяч зрителей. От Колумба до Наполеона и Дон Кихота. Шоу охватывает полторы тысячи лет испанской истории. Вся сцена занимает 5 гектаров. На ней есть 800 прожекторов, 60 водяных насосов, дроны и 28 HD-видеопроекторов. Музыку записал лондонский симфонический оркестр. «Потрясающее шоу, фантастика. И шоу, и актёры, и танцоры. Красиво, когда они танцуют в воде». В парк вложили 242 миллиона евро. Пока здесь проходят только вечерние представления. С 2021 года также будут проходить дневные. Как ожидается, ежегодно испанский пьюидюфо будет приносить прибыль в 330 миллионов евро.